Всем привет! Сегодня отвечу на вопрос, что делать, если не сдали экзамен в ГИБДД. Поехали! Итак, вопрос очень частый, люди очень нервничают из-за этого вопроса. И когда человек прошел обучение в автошколе, а вся головная боль у него занята только тем, чтобы как бы нам сдать экзамен в ГИБДД. Поэтому, что делать, если вы не сдали экзамен в ГИБДД? Ну, на самом деле, вам нужно радоваться. Объясняю почему. С опытом своей работы, даже вижу, как люди относятся к экзамену, когда его назначают, когда его отменяют, у меня создается впечатление, что люди обучаются, берут дополнительные занятия только из-за экзамена. Вот вам ставлю простой пример. То есть, записывается человек на экзамен, сегодня там, например, первое число, он говорит, у меня 10-го числа экзамен, 9-го, хотел бы позаниматься, все вспомнить перед экзаменом. Ну, хорошо, похвально, да? Как бы все так и должно быть. И здесь числа 7-го, 8-го он звонит и говорит, что мне экзамен перенесли на месяц, перенесли на месяц, мне заниматься не нужно, вычеркнуть меня из графика. Ну, хорошо. А потом, когда все-таки ему через месяц ставят экзамен, и этот человек приходит, опять же, взяв одно занятие перед экзаменом, в результате он не ездил 2 месяца. Как вы думаете, какой будет у него навык? Если и так было не очень качественное обучение в автошколе, это в среднем, да? Поэтому навык его стал очень плохим. Он и так, говорю, делал большие какие-то ошибки, там, не получалось разворачиваться и так далее, и так далее. А здесь все стало плохо. Почему? Потому что не было навыка. И он снова не сдает экзамен. Опять мы считаем себя дурачками, как бы, да? Что мы ничего не умеем, что мы ничего не знаем. Опять нервы, опять месяц-два ждать. И как же сдать экзамен? И вся головная боль. Как же сдать экзамен? Вы задайте вопрос себе другой, да? Вот я вам сейчас объясню. Надеюсь, вы поймете. Что делать, если вы не сдали экзамен? Перефразируйте немножко вопрос по-другому. Что делать, если вы сдали экзамен? Вот представьте на секундочку ситуацию, что вы сдали экзамен. Последний экзамен, который вы не сдали, вы его сдали. Даже, допустим, что у вас стоит автомобиль. Вы сядете, поедете куда-нибудь. С получением прав, когда вы в ГИБДД придете, будете расписываться за права, за их получение, вы вот этой подписью берете на себя огромную ответственность. Когда на занятиях инструктор за все отвечает. У вас нет прав, вы ни за что еще не отвечаете. А здесь вы ответственность берете на себя. Так вот вы себе задаете вопрос, а вы готовы взять на себя такую огромную ответственность? По опыту могу сказать, что люди, получающие права, они даже не знают, как к какой стороне. Не то, чтобы к машине подойти, а как ее открыть, закрыть и завести, заглушить. Вот даже элементарных вещей не знают. Зато в карманчике у нас появились права. Очередной документ, удостоверяющий личность. Поэтому, когда вы сдаете экзамен и его не сдаете, я бы вам советовал радоваться. Почему? Потому что вот этот случай, вот эта несдача должна вас заставить задуматься и не просто ждать следующего экзамена, а вам дается время на подготовку. И кто как его использует. Если вы будете ждать месяц экзамена, вы будете плотно заниматься с нормальным автоинструктором, вы, конечно же, увеличиваете в разы следующую попытку на удачу, что вы, скорее всего, сдадите данный экзамен. Но самое главное не то, что вы хоть как-то будете готовы к самостоятельному начинанию. Понимаете, вы сядете, ну, хоть как-то утречком худо-бедно поедете. Но вероятности больше, что вы сами поедете. А так, опять же, скажу вам по опыту, у меня каждый второй, даже, наверное, из 10 звонков, 6 звонков люди с правами. Кто-то их получил месяц назад, кто-то 2, кто-то 5 лет, кто-то год и так далее. И что? Люди хотели сдать на права. Вся головная боль была, как сдать экзамен. Мы его сдаем. Но навыка-то у нас нет. Навык-то нам не передали вместе с правами. Если мы его в автошколе не получили, вы сдали экзамен, вы лучше-то ездить не стали. Если вы не умеете разворачиваться, вы не умеете разворачиваться. Если вы не умеете парковаться, вы все равно не умеете парковаться. И от понимания того, что вся ответственность на вас, вы не сядете сами за руль. И на полочке они год будут лежать, два, три. И возникает один из главных вопросов. А зачем тогда мы вообще все вот это затеивали? Зачем мы ходили куда-то на занятия, теоретически, практически, сдавали экзамен, лишнее время, свои средства вкладывали, нервы и так далее. Зачем? Поэтому вы должны понять и осознать основную цель, по которой вы должны были идти в автошколу. Не по которой пошли, а должны. Это научиться. Научиться управлять автомобилем. Поэтому отвечаю на вопрос еще раз. Что делать, если вдруг вы не сдали экзамен? Радуйтесь и занимайтесь. Занимайтесь дальше. Продолжайте жить своей жизнью. Учитесь, работайте. Вам 30 лет, вы 30 лет живете без прав. Но месячишко подождет, ничего страшного. Не нужно из этого делать какую-то иронию. Не нужно идти там стреляться, прыгать с моста. Бывает. Не считайте себя тупее других. Просто вы получили какое-то некачественное обучение. Вот и все. Чаще всего не вы в этом виноваты. Поэтому продолжайте просто обучение и радуйтесь, что вам судьба время дает время на подготовку, чтобы вы потом, когда получили права, все-таки хоть как-то были готовы взять на себя вот эту огромную ответственность. Ну что ж, сегодня на этом все. Надеюсь, понятно объяснил, ответил на вопрос и поддержал психологически. Если ролик понравился, поддержите лайком. Не забывайте подписываться на канал. А я, как всегда, вам всем желаю удачи на дороге. Всем пока-пока.